всем привет вы на канале наша жизнь в америке my life is my life сегодня мы хотим вам рассказать о том как вчера сходили к нашему доктору в общем как он нас разочаровал он не разочаровал я осталась допустим в легком недоумении от того что произошло вообще мы хотели сразу показать как мы приехали поликлинику как выглядит поликлиника потом мы подумали что может это кому-то будет ну неинтересно как выглядит кабинет и прочее да ну да маришка очень болеет и почему мы решили идти к доктору потому что ну поняли что уже эти порошки нам не помогают то что вчера было заслуживает того чтобы она была сегодня записана вообще у нас с врачом прекрасные отношения у нас я допустим не есть врача потому что в свое время наш врач имеет узкую специальность кардиолог но также он семейный врач и вот мы к нему обратились сразу как семейному врачу с легкими какими-то недомоганиями какие-то проблемы где-то голова болела где-то там еще что-то не где-то голова болела и причиной обращение ура моя коробная подожди мы обратились я первый заболел было до первый раз пошли к нему мне кажется что я пил ну неважно в общем в общем сложились у нас прекрасно лечил у нас не от насморка скажем да и нравилось ему нас лечить нравилось по той причине потому что как сказать это правильно ну в общем он считал что благодаря его внушению я где-то перестроил свое питание сбросил большой вес в общем обычно когда я прихожу к нему в кабинет я себя чувствую такой небольшой супер звездой вокруг которой он скачет плюс при том у нас там какие-то были вопросы с ним я в общем мы делали мои фотографии до того сколько я вестила после во время у него эти фотографии в кабинете есть он их показывает пациентам остальным и в общем меня он как бы очень-очень любит вчера в очень больном состоянии придя к нему во первых изначально нас встретил другой ассистент ну ладно поменялся ассистент наверно все-таки она была беременна не толстенькая она была последнее время думали то ли она поправилась да таких отношениях близких чтобы ну спросить если если она не беременна и поправилась то получится как-то некрасиво да поэтому мы как-то решили но потом само собой узнается и вот мы пришли ассистент другой ассистент ну ладно в общем я рассказала как я себя плохо чувствую по мне видно это а прием начинается точно так же и в детской поликлинике сначала значит ну в общем мы заходим в кабинет нам как бы небольшой холл потом нас уже проводят в кабинете где уже собственно делают все процедуры типа слушают там ухо горло нос смотрят и бла-бла-бла давление и прочее да и в общем сначала весь осмотр делает ассистент вот это вот медсестра которая сидит и на регистратуре и делает вот этот первичный осмотр что вам болит она записывает да сделает карточку и потом уже доктор приходит такой ну я знаю что вам вот в общем все прошло с ассистенткой с этой нормально хотя конечно мне хотелось может быть елена это было на месте ну наверно неправильно ее произношение елена для нас она елена она вообще наверное елена ну в общем будет елена и бурана елена 5 лет и будет дальше в общем потом она записала там я пожарилась объяснила ей сколько я болею что у меня очень болят там кости уже начали болеть ну все в общем брата заходит наш врач запаска заглядывает как говорится не на не здрасте да я почему мы всегда с ним чуть ли не обнимаемся за руку здороваться как дела туда-сюда он все время вспоминает как там я первый раз пришла хотя это уже было пять лет назад мы все у нас все время беседы как да полчаса подготовительных воспоминаний а потом чё зашла а тут вы болеете и все это он так как вот прям я вижу что он старается нас как бы как обойти что ли дистанцию держать дистанцию не подойти к нам ближе я говорит я вижу что вы болеете я выпишу очень хорошее лекарство уже завтра вам будет легче я пытаюсь ему что-то начать объяснять он да 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 я все понимаю откройте рот но главное как он посмотрел в горло это было нечто он взял фонарик и со расстояния наверно полутора миллиметра вытянутые руки да он вот так вот туда чего-то заглянул типа вот так вот короче а да да вижу вижу что ну понятно кто гать я типа вас послушать хочу я буду хорошо ты сидела в такой же кофте только другого цвета вязаным пальтишки в таком плюс еще майка плюс еще кофточка я начинаю вообще как бы не снимают там майку там бейсгальтер я начинаю снимать это пальтишкой чтобы он через майку меня сушил он ничего не надо и он через это пальто где-то там в районе почек почему-то мне кажется ну я я подозреваю что там короче под лопатками да он один раз привожу к и все все ясно и так где-то из дверей он у меня еще спросил а как бы по ночам кашлять я говорю да очень сильно кашель а что-нибудь выходит в этот момент я говорю ничего хорошо хорошо я еще и сироп выпишу все пока и ушел и мы сидим пока он даже не сказал что выпиши пошел выписывай лёгком типа не дал менее что это было как это было и все и в общем мы вышли и потом сереже думать если ты настолько боишься как бы что это гриб и ты боишься забыли одень маску одень на нас эти маски потому что такое было когда он крайне непрофессионально мы с больными детьми приходили в детскую поликлинику нам предлагали даже не то что предлагали а там тоже на регистраторе такая женщина своеобразно работает в общем она не своеобразно у нее просто бывает очень хорошее настроение бывает очень плохое почему-то очень плохой не убывать почаще и в общем она как бы так не очень ласково сказал оденьте маски нет ну на самом деле последнего века она исправилась и стала чаще бывать в хорошем настроении мы думаем что возможно она вышла замуж но это наше предположение и в общем короче тут не тень и мнение не нам маски не одели не себе не одели он себя реально как будто реально хотел спрятаться куда сюда и в общем я осталась им крайне разочарованно вообще я еще раз повторяю я люблю ходить к нему лечиться потому что приходишь покупаться в своей собственной срай потом еще накосячила айдек и стенка мы сразу поехали после приема в поликлинику потому что то есть в аптеку потому что лекарства приезжаешь и лекарства уже готовы мы приезжаем они выписали лекарства но дело в том что врач не прописал а так как врач не прописал врач не прописал или она она ассистент неправильно внесла и женщина которая в аптеке она говорит я сейчас им буду пытаться дозвониться лекарства есть и есть ваш рецепт но нет доз нет доз мы вам ничем типа помочь не может она начала туда звонить там никто не снимал за отвечу она оставила сообщение но говорит чтобы ускорить этот процесс может быть ведь вы или сами будете пытаться дозвониться им чтобы они перезвонили нам и сказали дозы и подъедьте обратно в общем то что известно сказали будет готова через два часа а то что обратно мы на нас сами приняли решение чтобы поехать их немножко под толкнет она говорила что вы можете им звонить чтобы ускорить этот процесс потому что она же не может тратить время только на решение наших проблем а мы решили лучше быстро съездить ну когда назад приехали она сказала да 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 я говорю вам оставляли сообщение не ответили они перезвонили рассказал вам никогда не поднимают какая-то как бы это елена всегда отвечал всегда мы в результате вечером да когда забрали детей со школы моришкина получение то есть мое сегодня будет готовить но я слава богу в хорошей форме скажем так не сильно нуждаюсь ну в общем ввел себя он мне кажется крайне непрофессионально в общем вчера был удар всеми цели под удар под дых семи честно сказать помимо того что у нас просто сразу же вислить личные скажем хорошее отношение иногда я конечно сомневалась в нем как в профессионале когда с ним разговариваешь о некоторых вещах и в общем я не медик чтобы судить насколько он хороший доктор ну я начинала вот в его компетенции сомневаться носить но после вчерашнего когда он так а что делать тогда остальным врачам тогда значит он должен быть просто кардиологом не принимать больных с нас а мне бы здесь вот так а мы сейчас покатаемся еще это расскажем вот такой вот медицинский опус на тему как врач боялся гриппом заболеть а вы были на канале не life it's my life не забывайте что подписка открыта подписываться можно в любом количестве и всем не забывайте поделиться нашим роликом соц сетях и мессенджеры ставьте колокольчик чтобы не пропустить новую серию и до встречи на просторах ютуба а что сильно хочется с кем можно прийти в америке бай бай а и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok